Всем привет! Сегодня в этом новом видеоролике я вам детально разъясню, как попасть вам в любую топовую фамилию в Сампи. Также перед просмотром ролика хотел бы вас попросить подписаться на данный канал, поставить лайк и написать любой комментарий, составляющий минимум из 4 слов. А также не забывайте про вот этот прекрасный промокод как хэштег Лепард, а также в нынешний момент те, кто будет регистрироваться на данный промокод, скидывайте мне скриншот в Лосконтакте, я вам накидываю бонусом 200к. А мы переходим к просмотру видеоролика. Сегодня в этом новом видеоролике я расскажу вам, как попасть в любую популярную фамилию в Сампи. Проиграл я и продолжаю играть уже на протяжении 8 лет, и за это время я побывал в более 100 фамилиях. Почему же так много? На это были ряды своих причин, и благодаря этому я сегодня могу поделиться с вами своим опытом. В данный момент уже идет 21 год, и хоть этот вопрос и менее, но все же также остается востребовательный. Этот видеоролик будет полезен в основном только новичкам или челам, которые в принципе ебанального не понимают. Приведу вам сразу же последовательный пример, как можно попасть в любую фамилию, а также позже поясним вам ваши ошибки, которые делать ни в коем случае не нужно. Допустим, вы бы хотели вступить там в хокаги, или в синтексы, дипсайзы, абсолютно не суть. Фамилии довольно популярны, но если хоть немного пораскинуть мозгами, даже и к ним можно будучи никем попасть. Сразу же говорю, так будет работать абсолютно с любой фамилией, какая бы она ни была. Первое, что вам нужно, это хотя бы иметь мозг и средний айкью. Если первое уже имеется, то перейдем дальше. Самый банальный пример. Есть такой человек, как Борщ Хокаги. У Рома есть такая тенденция, постоянно активить в какой-либо игре. И поэтому Рома может брать множество лидерок. Вам же нужно узнать из постов в паблике, или из видеороликов, когда допустим он встанет. И идти ему просто банально помогать. Выбивать квадратики там в соло, фули склад, заливать рпшки и все это прочее перечисленное. Также желательно общаться с этим коллективом в дискорде, потому что людям будет к вам куда проще относиться и узнать самих же вас поближе. Проделывая даже эти банальные действия, рано или поздно вас заметят, и вам предложат пойти в фамилию. Сейчас же объясню вам ошибки, которые делать ни в коем случае не нужно. Первое, это сидеть и написать вконтакте. Примерно такие сообщения. Саш, а можно бесплатно вступить в фамилию? Или же. Саш, а можно было бы вступить в фамилию? У меня очень крутой канал. Я был там в крутых фамах и тому подобное. Засрал я, блядь, на эти ваши фамилии. Мне абсолютно похуй. И как многим другим людям. Лично меня, как и многих других людей, это очень сильно раздражает. Потому что умный человек никогда не будет делать таких глупых действий. Вы и сами поймите, почему вас, незнакомого человека, который не внес никакого импакта, должны куда-то брать. Если планка фамы, допустим, стоит высокая, то и вы должны сопоставляться этим требованиям. Это не считается там в том случае, если вдруг вы там со стаком этих людей уже давно знакомы. И, может, они сами, в принципе, не уверены, пойдете ли вы к ним. Второе. Это никогда не будьте навязчивым. Не нужно флудить каждый день человеку. По типу, Данёк, Ку, как у тебя дела? Блядь, да вас ебёт, как у него дела? Это настолько глупо выглядит, так ещё и раздражает. Когда это пишет ещё и максимально незнакомый человек. Третье. Никогда себе не ставьте на аватарки ваших кумиров. Не пишите везде, где только можно. Там, Хакаги топ, синтаксы вы лучшие. Это смотрится просто максимально тупо. Не нужно отлизывать задницу, как только это возможно. Таким образом, вы только отбиваете у людей интерес брать вас куда-либо. И четвёртое. Вообще, в целом, лично расскажу на своём опыте. Я никогда не преследовал цели вступить в какую-либо фамилию. Мне просто нравилось играть с каким-то определённым стаком людей. И после меня просто же самого приглашали в эту фамилию. Идти куда-то ради выгоды ни в коем случае не нужно. По человеку, который ищет в чём-то выгоду, сразу же видно издалека. И от таких людей уж очень сильно тошнит. И давайте подведём итоги. Первое. Это не нужно быть навязчивым. Второе. Вам нужно выделиться среди всей этой серой массы. Третье. Не делайте глупых или тупых действий. Четвёртое. И в целом, просто помогайте в каких-либо ситуациях. И выполняя эти моменты, повторюсь ещё раз, рано или поздно вас возьмут в вашу заветную фамилию. Кстати, довольно популярный вопрос. Влияет ли возраст на инвайт куда-либо? В целом, как бы нет. Если вы хороший стрелок, многое даёте себе игре, стараетесь там, поднимаетесь в какой-то сфере, то какая вообще, в принципе, может быть разница в возрасте? Главное, просто не будьте тупым. И не делайте те действия, которые вас никто не просил. Чисто банально могу для вас привести пример. В 2017 году, как только зарождались лепарды, у нас был такой игрок, как Стрис Лепард. Он играл очень хорошо на тот момент. Он на ГВ просто прекрасно отбивал безы. И ему было всего 12 лет. Его судили сугубо только за игру, но никак не за его возраст. И, в принципе, на этом я могу закончить этот видеоролик. Кому он был полезен, или вообще в целом понравился, можете поставить лайк, подписаться на данный канал, написать об этом в комментариях. С вами был Лисе, и до скорых встреч!